В зале студенты и преподаватели из разных городов страны, участники финального очного этапа всероссийского конкурса «Зелёные технологии», который проводится среди студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования. Для того, чтобы приехать на Черноморское побережье и попасть в стены Сочинского госуниверситета, студенты СУЗов прошли серьёзный отбор. Из более чем 420 работ, присланных из 53 регионов страны, были выбраны всего 15 лучших. От всей массы работ было отобрано 15 лучших, по 5 в каждой номинации для участия в очном этапе. В числе образовательных организаций, которые прошли на очный этап, это образовательные организации из Краснодара, Саратова, Симферополя, Тюмени, Ульяновска, Георгиевска, Волгодонска, Чебоксар, Смоленской области, Курской области. Юлия Вишнякова в Сочи приехала из Саратова, представляет педагогический колледж имени Гагарина. Для конкурса студентка разработала проект защитной маски и респиратора с 3D-насадкой от отравления парами ртути. Данные средства не очень прошли вперёд, и мы стараемся разрабатывать так же, чтобы защитить жизнь человека. И то, что наша разработка, она более удобна в применении, чем те, которые используются именно сейчас. Конкурс научных работ на тему «Зелёные технологии» проводится в трёх номинациях – экологическая безопасность производства, возобновляемые источники энергии и ликвидация последствий загрязнения окружающей среды. Я представляю энергоэффективное строительство, энергоэффективный отель на морском побережье. Инновация в том, чтобы использовать неисчерпаемые источники энергии. Одним словом, круг тем, которые представили студенты, весьма широк – от инновационного менеджмента и разработок туристического маршрута до проекта солнечной мини-электростанции. И самое главное – это не просто идеи, их вполне реально воплотить в жизнь. Сегодня в программе конкурса защита проектов, а уже завтра студентов ждут экскурсии по городу Сочи. Ольга Десятого, Демидь Даниловский, телекомпания «ФКТ».